Здравствуйте! Это программа «Честное слово» и я, Маруся Загорская. Это программа, в которой никто не врет. И сегодня честно со мной будет разговаривать арт-критик, неутомимый говоритель об искусстве и вообще очень любопытный собеседник Вадим Климов. И буду зимовать как приличный господин столицы северной. А Барнаул у вас дача? Я человек обеспеченный, Марусик, понимаете? И не стесняюсь этого. Ну тогда бы мы у вас могли 2-3 трактора денег найти. Я его даже подкупать вас всякую. Начинал там картинки дарил, я алкоголь дешевый. Работы нет? Хочу вертолет. Такой Робинсон это маловато. У вас какие-то шаблонные аристократические занятия? Если мы не будем сеять вечное умное и красивое, то в конечном результате придут Никас и Сафронова и все захватят. Вадим, здравствуйте! Здравствуйте, Маруся! Ну давайте хоть для тех, кто за вами пристально следит, но не может никак уследить. Расскажите, вы сейчас, вот прямо сейчас где живете и чем занимаетесь? Сейчас я в Барнауле занимаюсь галереей, отсматриваю спектакли. Только что закончился театральный фестиваль «Ша», где я был занят в роли модератора при работе жюри. У меня есть кое-какие проекты. Мы готовим следующий сезон в галерее «Республика ИЗО», потому что сейчас с июня закрываем сезон и уходим в отпуск. Числа первого я надеюсь быть уже на Телецком озере до сентября, потом я вернусь, побуду в городе, открою два-три проекта и улечу домой в Петербург на зиму. И буду зимовать как приличный господин столицы северной. То есть вы уже называете Петербург домом? Он у меня всегда был дома. Мне так в жизни повезло, что я живу в двух городах. А Барнаул у вас дача? Нет, Барнаул – это второй родной город. Ну как, может же быть два города родных, но почему нет? Почему в первом не остаетесь на постоянку? Работы нет? Знаете, я такой счастливый человек, что к 45 годам смог заработать себе все, чтобы дальше не работать. Я человек обеспеченный, Маруся, понимаете? И не стесняюсь этого, и поэтому я могу жить спокойно, не работая. То есть это просто вам интересно – жить на два города? Мне не хочется закрывать галерею Республика ИЗО. Это такое миссионерство. Как сейчас вообще дела с Республикой ИЗО? Потому что для человека, который не слишком уж интересуется искусством, ее как будто бы и нет. Вы не интересуетесь искусством. Ну я могу, конечно, вас простить, у вас маленький ребенок, вы сильно заняты. Вот. А так-то это, конечно, человеку, взрослому, интеллигентному сказать, ну знаете, я искусством не интересуюсь. Слушайте, ну это признаться вообще в каком-то безбожестве. Даже в безбожестве сейчас легче признаться. Так вот, галерея работает, чудно себя чувствует. В галерее идет несколько крупных проектов. Сейчас там проходит выставка памяти потрясающего художника Дениса Воробьева, который, к сожалению, умер в 2005 году. Есть еще три выставки разных художников. На мой взгляд, одна из подающих надежды, графиков. Дрилева Наталья, очень интересный художник, любопытный, на мой взгляд, сейчас ну прям звезда графическая. Нас, как обычно, зовут на какие-то крупные мероприятия там в Москву еще куда-то. Но я не хочу в них принимать участие, потому что у меня не стоит цели взять здесь художника, вытащить его в Москву, сделать из него какую-то звезду. Нет, я занимаюсь развитием культуры здесь. Это такой местный огород, в который можно прийти, договориться, сделать выставку. Придут люди, посмотрят, у нас хорошая посещаемость. Ну вот, кстати, грубо говоря, KPI в вашей галерее, эффективность. Вы как оцениваете? Вот какие показатели, чтобы вы сказали, мы работаем не зря и все хорошо. Но это же не обязательно должна быть посещаемость. Может быть, у вас просто лучшие люди города, ну исключая меня, некультурную тусовицу. Запомнила? Так вот, есть, конечно, критерии посещаемости, очень важно. Потому что все пытаются этим тягаться. Ради этого люди музейную ночь придумали. За музейную ночь свои 25 тысяч отработали, везде галочку поставили. Сейчас будут махать на всех отчетных мероприятиях флагом. У нас 25 тысяч человек. Мы в музейную ночь не работаем в принципе. Поэтому мы на следующий день делаем бесплатный вход всем работникам музея. Есть критерии посещаемости. Он очень неплохой. Я думаю, что он точно такой же примерно, как в выставочном зале музея город, который раньше был выставочным залом союза художников на Ленина 111 на Новом рынке. И есть качество зрителя. Понятно, что есть выставки, на которые ходит немного людей. Но они сложные, мудрые. А есть массовые выставки. Если это выставка молодых художников города Барнаулов, в которой участвуют 150 молодых художников, то и посещается она чуть ли не в очередь. Ну, как минимум, мама, папа, бабушка, двоюродный брат. Тогда вопрос, который напрашивается. А есть ли среди критериев вот этой вот эффективности денежная эффективность, окупаемость или прибыльность? Вот об этом может рассказать? Нет, не могу. Это неинтересно. Мы же не на РБК. Зачем я буду вам рассказывать цифры? Тому, ну, не важно это. Я сейчас могу вам сказать 150 тысяч миллионов рублей я получаю, понимаете? А никто же не знает, сколько я вкладываю. Поэтому, ну, я же не отчет какой-то пришел давать. И вы не налоговая инспекция. Вот вы часто и очень много говорите о том, чего не хватает вообще в принципе музея Малтайского края, чтобы быть интересными, классными, крутыми. А чего не хватает Республики ИЗО, по вашему мнению? Вертолеты. Хочу вертолет. Такой Робинсон, это маловато. Хочу вот такой Еврокоптер 350-й. Было бы шикарно. В галерее. Да. Он бы там стоял, все бы приходили на него смотрели и в галерее заходили. Это сложный вопрос, чего не хватает. Не хватает как раз рекламы какой-то. Потому что не хватает прессы. Давайте я вам пожалюсь. Спасибо, что позвали. Хоть где-то есть что рассказать. Потому что наша местная пресса, я так как бывший журналист, который 25 лет работаю, у которого до сих пор есть работающий сайт Культ Барнау. Все время говорю, что наша пресса скатилась в обслуживание пресс-служб управления МВД, МЧС и тому подобное. И почти не пишет о культуре. Про музейную ночь напишут, потому что это стало полугосударственной акцией, проектом. Напишут чего-то там. Негреев сегодня везде написал, что 26 тысяч человек и губернатор посетили музей. Губернатор пообещал отреставрировать музей. Ура, ура, ура. Ну что-то добились. Все прекрасно. Теперь на год. Чик и замолчали. Тыч, нет музеев опять. Вот. Галереи не хватает прессы. Не пишут о нас друзья. Я уж даже подкупать вас всяко начинал. Там и картинки дарил, и алкоголь дешевый, но вкусный. Вот. И абонементы давал, и все что хочешь. Не, не пишут. Потому что редакторам они интересно. Пресса стала работать от кликов на директ. Как только там бабушка упала с эскалатора, там 10 тысяч просмотров, соответственно, реклама пошла. А если ты написал умную статью про выставку Дениса Воробьева, ну... А вы не думали о том, что, может быть, просто публике нужно по-другому об этом рассказывать, чтобы ей стало интересно? Маруся, я об этом студентам 20 лет рассказываю. И редакторам всех этих местных газеток. Вы просто не умеете об этом рассказывать. Передача афиши, которая шла 25 лет почти в эфире города Барнаула, была по рейтингу больше, чем главные новости Алтайского края. Ну так передача афиши, она же в свое время опередила, это вот сейчас, если смотреть, это же был блог, в котором был блогер, хейтер и все остальные вот эти вот страшные слова. Вот сейчас бы взять и рассказать, кто и зачем спалил дверь в клуб «Зеркало», но не стану. Во-первых, тайна следствия, а во-вторых, мне кажется, что это когда-то дебильная конкуренция. Клубы сейчас рвут клиентов на новогодние праздники, а тут такая история. Для того, чтобы делать такую передачу, нужно, во-первых, быть вседомленным, во-вторых, нужно быть злым, в-третьих, нужно быть интересным. Я думаю, что даже в формате традиционных новостей, каких-нибудь а-ля вести, можно интересно и здорово рассказывать об изобразительном искусстве и вообще о другом искусстве. Ну, потому что наши редакторы, они очень подвержены влиянию зрителя. Это называется пойти на поводу у публики, а потом сидеть и говорить, какая у нас глупая аудитория. Ну, так занимайтесь ее просвещением. Так вот, вы только сейчас сказали, что аудитория глупая, а потом сказали, что вы не хотите массовую аудиторию, потому что вам нужны только умные люди. Да, поэтому я ее и готовлю, и просвещаю. У нас лекции есть, у нас встречи, у нас каждую неделю проходят одно-два мероприятия разных, разнообразных. Работаем, стараемся, пишем, рассказываем. Это такая трудоемкая работа. Мы же занимаемся очень сложной вещью, мы продаем роскошь. Роскошь эмоций. Мы продаем картины, которые нужны вообще мало кому. И эта вещь очень дорогая. Понимаете, это вещи не первой необходимости. Искусство – это другой порядок. При этом это все дорого. Вот этим филигранным занятием нужно отдавать очень много времени и сил, что мы и делаем. Мне кажется, успешно. Ну вот, как вы сами считаете, есть в Алтайском крае какие-то деятели искусств, которые действительно могут претендовать на то, чтобы быть таким признанным вообще сообществом, ну не мировым, но хотя бы российским сообществом, быть признанными действительно достойными. Но просто иногда складывается впечатление, что мы на какой-то периферии, и все, что не делается в искусстве, это очень вторично. Может быть, в этом нет ничего плохого, но как бы вот той инновации, которую ты зачастую ждешь от искусства, мало можно получить здесь. Фамилии называть не стану, потому что мы говорим сейчас такой на общую тему, и говорить вот, допустим, этот, а этот, а этот не стану. Но могу, кстати, а чего нет, не похвалить, допустим, того же Дениса Октября, который прекрасно выставлялся в лучшем, на мой взгляд, музее современного искусства в Санкт-Петербурге Эрарта. Выставка года полтора-два назад была. Выставка прошла хорошо, успешно, выглядела в зданиях Эрарты чудесно. Почему нет? Или там старшего поколения художник Юрасов. Он прекрасно чувствует себя в Москве, живя там и называя себя художником из Барнаула. Тогда другой, получается, закономерный вопрос. А оно надо вот этих вот художников, которые остались, выставлять, показывать, разъяснять что-то про них? Если, допустим, можно делать какие-то мультимедийные выставки художников более значимых? Чтобы человек, ну, грубо говоря, не с настоящей картиной столкнулся, но с ее какой-то симпатичной... О, этот ужас, который косит наши ряды. Да, я и хотела про это уточнить. Это катастрофа, конечно. Но это вот как раз спекуляция на безвкусицы публики. Такие Стас Михайлов, в одно слово, которые возятся по музеям, какие-то репродукции. Это, конечно, ужасно. А, нет, у меня же есть любимый персонаж. Ника Сафронов, в одно слово. Я когда узнал, что он еще и член Академии художества Российской Федерации, мне так стало противно за Академию художеств. Если мы не будем сеять вечное умное и красивое, то в конечном результате придут Никас и Сафронова, и все захватят. Сеть же умная, можно, как вы сказали, на одном маленьком огороде, но, в принципе, чем больше поле, наверное, тем больше и прорастает. Да, у меня маловато королевство, я бы развернулся. Я бы хотела вас спросить, у вас вообще нет желания стать каким-нибудь членом совета или еще что-нибудь? Нет, я был членом совета, я уже отовсюду известен. Я был членом совета по культуре при мэрии города Барнаула, я был членом совета по культуре при краевой администрации. Меня они отовсюду выгнали уже. Ну, вас выгнали-то еще при прошлом губернаторе, с которым у вас был открытый конфликт. Но сейчас вроде как ветер поменялся, может быть, можно заново зайти и начать... Все очень прямолинейно расценили наши сложнейшие взаимоотношения с Александром Богдановичем Карлиным. Нет, они были очень сложные, очень интересные и продуктивные, как ни странно. Просто он иногда обижался на мои какие-то открытые высказывания. Иди сюда, Крым, иди сюда. Поздравляю вас. Что поздравляешь? С открытием из 80-ти веков. Да? А что напишешь? Мне пока нравится. Пока нравится? Вот я почитаю, что напишешь. Зачем сюда приехал, в этот плохой город? Я про город никогда тоже не говорил. Уезжал же в хороший город. Ничего. Когда-нибудь о своем городе, о людях постоянно одно доброе слово сказать. Много добрых слов. Никогда не читал. Я пока ничего не буду говорить про эту администрацию. Хотя я очень пристально слежу и собираю какие-то сведения, еще что-то. Мне очень интересно несколько высказываний. Я даже знаю, на каких спектаклях был губернатор и тому подобное. Я смотрю за этим. У меня есть разработанная свежайшая стратегия вовлечения его в искусство. Но не он сейчас все это решает. Он человек не авторитарный, как мне кажется. Поэтому он делегировал все права туда, куда надо. Вопрос прям с моих уст. Он делегировал тому же человеку... Министерству культуры. Ну, конкретно руководителю министерства и самому министерству. Это та команда, которая была и при губернаторе. Но если старый губернатор Александр Богданович, у него хотя бы было какое-то свое мнение, то сейчас по сути вообще... Дело в том, что вы забываете, министерство культуры должно выполнять техническую задачу распределения денег. И не брать на себя идеологическую ответственность. Так вот, при Александре Богдановиче наше министерство культуры, управление по культуре, вынуждено было брать идеологическую ответственность. А сейчас они приходят к своей непосредственной работе распределения денег. Вот пусть они этим и занимаются. А идеологией же кто будет заниматься? Вы? Ваш муж будет заниматься идеологией, сударыня. Уж простите, я тут в эфире вам кольну. Ну, он будет заниматься идеологией других вещей, а мы говорим же с вами сейчас об искусстве. Идеологией в нашей стране никто не должен заниматься. У нас в Конституции написано, что никто и не занимается. Поэтому у нас свободная страна, демократическая страна. Поэтому каждый имеет право на высказывание. У нас сложно устроенное управление культурой. У нас трудно поворачиваемое, инертно мыслящее министерство культуры. Не только в Барнауле, а в стране. А в Барнауле оно еще и централизованно подчинено Москве. Поэтому делает то, что прикажут. А там у нас сидит безграмотный министр. Он так-то человек неплохой, умный, в принципе, книжки пишет. Но он очень идеологически ярко окрашенный товарищ. Чего не должно быть в министерстве. У нас не Советский Союз, понимаете. У нас, еще раз повторю, демократическая страна. Но, к сожалению, он считает по-другому. Вот они и живут в этих правилах, в этих рамках. Ну пусть живут, когда-нибудь созреют. Если губернатор все же решит выяснить отношения, как в городе относятся к этому нашему министру культуры, нашей культуры, то, может быть, соберет какой-нибудь состав, послушает. Но вот если такой карт-бланш, и вы можете стать министром культуры Алтайского края, что бы сделали? Во-первых, отказался. Ну, потому что считаю позором служить при нынешнем министре Мединском. Это позорно. Если у нас что-то изменится, у меня есть, конечно, какая-то стратегия достаточно серьезная. В первую очередь, она касается попытки оптимизации всех финансовых потоков, которые должны быть четко сформулированы в области культуры нашей. Это открытая, прозрачная оптимизация ресурсов культуры. Мы должны четко понимать, что есть, кто за что отвечает, чтобы у нас в год по 400 человек из сферы культуры. У нас всего около 10 тысяч там примерно работает в сфере культуры. И человек по 300-400 в год сокращается. Называется оптимизация. Страшное явление. На самом деле страшное. Вот. Плюс у нас до сих пор нет четкого понимания конкретной работы с топ-менеджерами. То есть это директоры музеев, это какие-то такие внутренние интриги постоянные. Но, слава богу, что-то как-то рослось, выстроилось и устаканилось. Но это должно быть открыто и понятно. У нас есть большие проблемы с крупными творческими коллективами, театрами, которые, филармония, театр, где катастрофически низкие зарплаты. И где, опять же, есть непонимание процессов, которые должны быть проходить с точки зрения закона. Да, всякие какие-то теневые гранты какие-то. Ну и, конечно, просто прям написать большими буквами на лбу. Я не лезу в работу в творческую, в художественных руководителей театров, там, других коллективов. Да, я не насаждаю оркестру, там, ансамблю танцев, программу «Алтай какой-то там тын-тын». Да, или не говорю, всем к дню, к году культуры, к году театра состряпать там отдельную программу. Ну, то есть нужно понимать, что они творческие единицы, и пусть они решают это самое. Не надо делать вот эту компанейщину советскую, которой сейчас как раз и занимаются все. Есть хотя бы три каких-то проекта, действительно достойных в Алтайском крае? Если есть, ну скажите, что посмотреть, что увидеть? Я имею в виду не только художественные галереи, я имею в виду вообще, в принципе, может быть, это какие-то артистические там вещи? Ой, нет, это сложно. Видите тут, что мы отдельно кого-то выделим. Ну, на ваш вкус, на ваш вкус. Ну, во-первых, я считаю, что каждому нормальному гражданину города Барнаула и его гостям надо ходить в театр и смотреть все премьеры. У нас их тут в год-то 10 штук максимум, даже меньше. Детей водить в театр «Кукол сказка». Плюс ходить на какие-то большие, важные программы, которые там в филармонии. Вообще, вот качество нашей, допустим, работы в филармонии очень хорошее, высокое, стоит на это обращать внимание. Просто людей это двинули немного от понимания классической музыки, академической всей этой попсой, эстрадной. Ну, что сделаешь? Это вот если кормить все время очень плохими макаронами, а потом им дать хорошо приготовленные спагетти, люди скажут, а что они не расплылись? Мы привыкли к расплывшимся, к серым и грязным. Вот это то, что делает наша эстрада по отношению к высокому искусству. Я считаю, что нужно обязательно следить за тем, что творится в музеях, а особенно в музее литературы, культуры и искусства Алтая. Молиться на то, что нам построят художественный музей на площади Октября. Есть какие-то у вас ваши персональные планы на ближайшее время? Просто любопытно, что будете делать в ближайшие дни? Нет, я живу долгосрочными планами. На эти ближайшие дни у меня все понятно, я уже, по-моему, даже говорил. Я надеюсь, что мы запустим сезон в сентябре, Республике галереи, все будет хорошо, она начнет работать. Я уеду в Петербург, у меня планируется новая книжка, пьеса, я же еще известный драматург, вы забываете. Ну вот, завтра планирую пойти поиграть в гольф. Тоже о личном? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. В Барнауле можно поиграть в гольф? Можно. Расскажите, где? На футбольном поле клевчей. На футбольном поле поиграть в гольф. Ну, вы же не знаете, как играть в гольф. Для вас гольф – это такая большая хрень, где вот нужно далеко попадать мячиком, и это поле должно быть спарк. В гольфе это не важно. В гольфе важно поставить удар. Музыканты же играют гаммы целыми днями, и гольфисты стоят и долбят, и долбят, и долбят, и долбят, и долбят. Вот когда губернатор будет управлять свой день рождения в музее или в театре, или на футбольном поле, тогда я скажу, мы победили. Субтитры подогнал «Симон»